на дел начинаем дорогие друзья привет с кампуса университета дмитрия пожарского посмотрите какая прелесть какая красотища вот я хочу записать новый видеоролик о том как меня позвать ваш город с лекцией потому что немножко изменились там обстоятельства частности забегая вперед книги я больше с собой не вожу но зато у нас значительно ужесточились требования по съемке выезды это все еще очень важная часть моей жизни потому что общение живое общение нельзя заменить совершенно ничем никакими лекциями в интернете но все же такого количества выезда больше уже не будет я снижаю интенсивность примерно вдвое и буду больше работать на канал поэтому каждый выезд должен оставлять какой-то след в том числе на канале ну и вообще быть хорошо добросовестно подготовленным требований много и если вы не можете соблюсти там значительную долю из них то наверное ну не надо звать да потому что они как бы их может может соблюсти любой человек если захочет да то есть если вы готовы их соблюсти вы сможете соблюсти но для этого так сказать потребуется от вас довольно много сил и так главное да самое главное на моем визите заработать ничего как вы понимаете нельзя можно только потерять свое время свои деньги да и все это сделать во имя науки математика это я думаю что понимают все вот значит следующий пункт нужно написать мне на почту ту самую хибины mail.ru которую я принимаю теперь и отвечаю только на письма ну как бы вот связаны непосредственно своей деятельностью то есть весьма абстрактная просто стираю но когда будет написано приглашаю саватеева город в теме тогда конечно я его открою и посмотрю дальше нужно будет найти дату это делаю я обычно от первого письма до реального выезда к вам в город проходит от 6 до 12 месяцев в среднем типа 9 месяцев вот срок такой вот инкубации до вы выезда вот теперь значит что потребуется от вас потребуется купить билеты туда-обратно либо если у меня длинное путешествие по нескольким городам то один или два сегмента этого путешествия связанных с вашим городом там есть тоже некие ограничения я не могу летать ночью но об этом уже в процессе переписки там все это уточним надо сделать плакаты которые будет там фотография берите просто из инстаграма алексей владимирович пришли тебе фотографию такого не надо говорить потому что у меня все равно их нигде там на компьютере нет их не найти нигде в интернете их предостаточно вот плакать на плакате там место проведения название лекции адрес аннотация уровень аудитории там номер аудитории уровень слушателей которые значит мы с вами обговорим необходимость регистрации либо свободный вход в общем вся необходимая информация должна быть на плакатах но вы их развешиваете соответственно везде где где считаете нужным в вашем городе и главное что он в интернете теперь есть этот плакат и мы тоже можем распространять по своим каналам если эта лекция открытая для всех желающих об этом чуть позже значит третье обязательное условие мы очень просим просто требуем да со всех кто меня приглашает запись со штатива в высоком разрешении при достаточном освещении звук с петлички из профессионально направленного микрофона на видео все должно быть отчетливо видно и это еще не все к сожалению несколько выводов к сожалению несколько выездов закончились тем что меня записали а видео так и не обработали и просто так и не прислали вот да алексей владимирович мы просили вас записать и мы вас записали но к сожалению видео вы не получите ну вот мы не имеем времени его добить я очень сильно обижаюсь на это потому что мы все-таки работаем на канал понимаете в городе на меня увидит там 100 человек на лекции а на канале меня увидит 20 тысяч 30 тысяч сколько захочет поэтому помните что выезды все-таки наполовину делаются тоже ради интернета ради того чтобы это попало все потом на канал а наполовину ради общения я буду очень обижаться если так сказать будет бросать на пол дело у меня не было времени значит если я задерживаюсь на следующий день надо меня как-то поселить можно просто у кого-то из слушателей дома у кого комната есть отдельно здесь без проблем вообще без всяких без лишних трат у меня погас экран продолжаем значит там будут некие проблемы связанные с расписанием приемов пищи к сожалению там есть тонкости я напишу по email об этом но это все ближе к делу значит во время лекции должна быть большая хорошо видная доска набор минимум из четырех разноцветных фломастеров или этих самых мелков ну и часто бывает показ картинок поэтому нужен ваш компьютер подключенный к вашему этому сам проекту я пришлю файлы которые я буду показывать либо принесу на флешке так идем дальше выбор темы вы можете просто попросить алексей владимирович у вас вот была такая лекция в интернете мы хотим ее без проблем все сразу договорились либо вы говорите алексей владимирович о чем бы вам самим хотелось поговорить с нашей аудиторией хорошо я подумаю выберу или мы можем устроить конкурс такой как бы за за какую лекцию больше проголосует я вот демократию не люблю но в данном случае она уместно можно проголосовать если очень много народу хочет вот данную лекцию остальные лекции хочет меньше народу конечно нужно сделать ту которая хочет много народу в данном случае совершенно нормально вот значит по прежнему мне не нужны никакие гонорары но если вдруг у вас есть лишние деньги по каким-то грантам нет проблем я их возьму здесь вот так никакого требования гонораров нет дальше происходит развилка одно из двух либо вы приглашаете меня в специальную какую-то организацию например в сунц военное училище в кадетское училище гимназии лицеи там или мероприятие как в рамках какого-то события я не знаю праздника дня там науки и чего-то еще то это один вариант тогда как бы особого особого дополнительного какого-то движа не требуется вы просто ну в этом соответствующем мероприятии всех оповещаете ну и в некоторые окрестностей вокруг него народ приходит и слушает меня но в этом случае я очень прошу чтобы но визит был плодотворен да чтобы аудитория была готова чтобы она не была согнана ради того чтобы где-то там записать в галочки что вы позвали саватеева вот отчитались этим конечно это ни в коем случае да но мы с вами понимаем мы живем ради настоящего не ради никаких отчетностей поэтому если ваши школьники действительно там очень хотели бы меня увидеть я готов приехать прочитать лекцию даже если их не очень много будет если они будут очень мотивированные без проблем а вот значит если фестиваль простите простите за наглость я езжу только пленарно то есть вот фестиваль где 10 комнат в одной из них я а в другой там какие-то концерты как конкурсы и прочее я больше так не буду ездить но это не не продуктивная трата времени если там были большая пленарная лекция выступление вот но еще фестивали с фестивалями есть проблема что бывает так что вот здесь лекция а за стеной играет какая-то дискотня вот это вот тупая блин там танцуют ну 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 это вообще никуда да не годится вот несколько раз так было уже или например меня зовут с лекцией в бар и что вы думаете делают в баре блин представляете в баре бухают вот так сидят бухают и хохочут и вообще не замечают что здесь лекция идет это тоже полная порнография этого нельзя допускать конечно вот значит и последний пункт вообще связан с любыми приглашениями я практически никогда не выступая по выходным вообще то есть ни суббота ни воскресенье не бывают никогда за редчайшим исключением но тут можно даже не надеются то есть в субботу и воскресенье меня не звать и не звать в пятницу вечером если так другой город не Москва в москве еще в принципе бывает что пятница вечер но тоже пятница вечер и выходные в общем выпадают и вариант sandy то что открытое лекция для города то есть не какого конкретного заведения а именно для города а вы меня приглашаете в свой город, чтобы провести открытую лекцию для широкой аудитории. И это, конечно, самый прикольный формат, я его больше всего люблю, но он еще более трудозатратен для вас. Потому что для того, чтобы провести такую лекцию, необходимо набрать народ, а для этого надо сделать еще несколько действий. Во-первых, определиться с площадкой временем месяца за два, договориться с охраной, чтобы пропускали всех просто так, или хотя бы пропускали всех по паспорту. В самом крайнем случае это предварительная регистрация плюс паспорт, но это должно быть и объявлено тоже заранее, что, друзья, вот здесь только по предварительной регистрации по спискам с паспортом, я не люблю этого. Лучше, чтобы все-таки пускали всех, кто пришел в день, потому что, мало ли, у человека не было времени зарегистрироваться. Максимум, что можно требовать, это документы. Дальше. Обязательно создать события ВКонтакте и в других соцсетях, и нужно, если это открытая лекция моя, нужно, чтобы было там собрано не менее 150 человек. Только тогда мы можем надеяться, что придет 70-100. Можно в нескольких соцсетях разгонять все соцсети, ну, проще всего разгонять ВКонтакте, но там, как вам виднее. Очень прошу при этом не пропадать со связью. Если мы решили организовать лекцию через 3 месяца в каком-то городе, и мы начинаем движуху, и вдруг я не получаю ответа на имейл, раз, два, я понимаю, что вы на самом деле ею не занимаетесь, ну, вы занимаетесь своими делами, вы договорились о лекции в своем городе, такое тоже, к сожалению, много раз было. Ну, и вот приходит время, я прихожу, а полупустой зал, ну, потому что вы не занимались организацией лекции, вот полупустой зал. То есть, понимаете, да, я прошу потратить все время, которое у вас есть. Вот 3 месяца вы кидываете помойку, если вы меня зовете, ваш город. Но вам это запишется, понимаете, на небесах будет записано. Вы организовали для своего города шикарную математическую лекцию. Ну, я надеюсь, что она будет шикарной. Вот об этом я уже буду стараться позаботиться. Вот, так что, значит, вот это будет ваша жертва, жертва, большая жертва вашему родному городу. Ну, и самое-самое-самое-самое главное, никогда, ни при каких условиях не закрывайте регистрацию. Сколько раз было, всегда было ужасно. Идет зал на 200 человек, записалось 300. Как вы думаете, почему записалось 300? Да потому что каждый человек смотрит, о, круто, о, приезжает, о, математика, о, я щелкну, какая разница, пойду я или нет. Я просто возьму и зарегистрируюсь. Из тех, кто зарегистрировался, приходят от 1,3 до половины. Если вы закрываете регистрацию, это, во-первых, всех, кто уже зарегистрировался, демотивирует, типа, о, там полный зал, я лучше не пойду. А во-вторых, все остальные не пойдут. Во всех случаях это кончалось достаточно плохо. Значит, никогда вообще не закрывайте регистрацию. Если вдруг очень-очень много народу, либо отлично у нас будет полный аншлаг, либо, если совсем все плохо, в три раза больше, там, чем есть, ну, тогда давайте ищите другую аудиторию, будем на совсем огромный зал вещать. То есть, как бы, самое главное, что если уж начали, все взялся за куш, не говори, что не дюж, не закрывай регистрацию. Вот так. Ну, и, как бы, последнее, это что? Я могу подписать всем книги, которые они купят в вашем городе. То есть, за благовременно мы объявим, что покупайте книгу «Математика для гуманитариев», я всем ее подпишу на лекции. Сам возить не буду, но подпишу всем, кто ее купит. А если она пропадет в магазинах, сразу, сразу пишите мне, и я буду трясти издательство университета Пожарского, чтобы оно эти книги в ваш город выслало. Фу! Много пунктов, но ничего не поделаешь. Опыт этих нескольких лет показал, что нужно обо всем предупреждать. Конечно, весь этот список сейчас будет в описании к видео и на сайте тоже в сети. Вот. Приглашайте и до встречи в городах!